про перенаселение крымских татар, что они воевали, потом пришли домой после войны, их переселили, то есть у них уже забрали дома, верно? Я скажу больше, мой дедушка, он тоже по национальности тюрок, но он это всю жизнь скрывал, и я единственное, что посмотрела на внешность бабушки, у бабушки вот лицо, как у меня, такое длинное лицо, видите, большой лоб, а у дедушки было совершенно другое лицо, у него узкие глаза и круглое лицо, я подходила, дедушка, почему такие маленькие глазки, я такая была смешная, он говорил, у меня не маленькие, ну, в общем, короче, сейчас я понимаю, что вот это все он прятал для того, чтобы не пережить Сталина, потому что Сталин уничтожал грузин, ингушей, осетин, украинцы, вот все должны были быть русскими, если ты хотел выжить, ты писал русский, если ты хотел, чтобы твой ребенок выжил, писал в его, поменял ему фамилию, вот, так что мой дед вернулся домой, в Воронеж, и его дом забрали, в его доме жили другие люди, хотя он вернулся из Австрии, он уже был, я не знаю, на тот момент, в 47-м году кем он был, ну, когда я уже родилась, он был полковником, ну, не знаю, кем он вернулся, ну, короче, большим чином был, он был начальником, у него не было дома, забрали, в крымские татары вообще молчу, конечно, всех забрали. А насчет крымских татаров, они воевали на стороне Германии? Нет, нет, на стороне в Германии больше, у меня есть ролик, на стороне Германии воевали все народы, но больше всего воевал на стороне Германии власовцев, это полтора миллиона русских. Да, часть народа воевала на стороне, часть украинцев, часть белорусов, часть грузин, часть щеченцев, часть бурят, часть татар, часть узбеков, калмыков, удмуртов, да, все народы были ватники, и были те, которые не хотели, не могут рабы воевать за своего рабовладельца. То есть, если, грубо говоря, пришел бы сейчас Гитлер в Северную Корею, где живут рабы, они не могут защищать рабство. Я бы на их месте разрешила зайти и убить их, кто там у них стоит. Не могут рабы воевать за свое рабство, не могут. Свободные люди. Британия воевала за себя, но в Британии не было рабства. В Польше не было рабства. Мы были все рабами, поэтому те, кто пришел на сторону Гитлера, они воевали против советской власти. Я их уважаю. Но не все крымские татары перешли. Были крымские ватники, как и все остальные, кто воевал за Советский Союз, были ватниками, да. Огромное количество крымских татар. Огромное, я еще раз сказала, полтора миллиона русских воевало в рядах Власова. Не полтора миллиона, это крымских татар. Если разложить на кучки, да, сколько татар, сока узбеков, сока калмыков, удмуртов, ингушей, белорусов, украинцев и так далее, то самая большая куча это будет русские. Самая большая, полтора миллиона. Но об этом куча роликов, я делаю ролики, я не, как бы, вот сейчас, я ролик сейчас не могу показать, но он есть у меня. Это открытая информация, полтора миллиона русских. Больше всего из всех национальностей воевало полтора миллиона. Что вы этим хотите сказать, что полтора миллиона русских не хотело иметь Сталина, они молодцы. Власов, молодец. Просто, вы мне говорили, что крымские татары воевали на стороне Советского Союза. Большинство, да, большинство, да, к сожалению. Нет, не большинство. Большинство, я еще раз говорю, большинство всех народов воевало за Советский Союз. Меньшество. От каждого по кусочку, голову по рубаху. Большинство от каждого народа воевало за Советский Союз, да. Иначе бы Гитлер пошел дальше. Тогда вы сказали, что вся Украина была на стороне Гитлера, вся Беларусь на стороне, Гитлер, весь Крым на стороне. Тогда что он дальше не пошел? Зачем? Как там могли быть бои, если все перешли на экстремию? Конечно, нет. Маленькое количество, маленькое. Его не поддержало большинство. Гитлер даже был удивлен, как это я пришел освобождать рабов от большевиков. Он думал, что все ему будут рады. Нет, не были все рады. Нет, не были. То есть Гитлер пришел освобождать, верно? От большевизма. Это вы меня услышали? От большевизма. От коммунизма. Да. Пришел освобождать СССР от коммунизма. Он хотел свернуть коммунистов и всех их сжечь. В газовых камерах. Вот он собирался устроить геноцид славян. Нет, не геноцид славян. Нет, нет. Он не устраивал, он не сжигал украинцев. Вы знаете, что украинцев он не сжигал? Что вы мне рассказываете? Знаете, сколько украинцев убил чисто вот Сталин? Вот давайте с вами, сколько украинцев убил. Жора, 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 молчать. Сколько украинцев убил Гитлер конкретно? И сколько украинцев убил Сталин конкретно? Давайте. И после этого вы посмотрите, кто был врагом Украины. То же самое. Сколько белорусов убил Гитлер? И сколько белорусов убил Сталин? Сколько крымских татар убил Гитлер? Сколько крымских татар убил Сталин? Давайте, поехали. Нет. Да, да, да. Нет, мы говорим про всех. Нет, нет, Джори, вы должны сказать, сколько крымских татар убил Сталин перед населением, расстрелами. Крымские татары не хотели в колхозы. Их можно было убивать десятками, сотнями, тысячами, десятками. Они не хотели в колхозы. Это гордый народ. Крымские татары — это воинствующий народ. Он не хотел сидеть и идти по на работу в колхозы. Вы что? И казахи не хотели. Вы берете людей, которые на лошадях постоянно завоевывали территорию. Они не хотели воевать, сесть в колхозах. И он их устремлял до Гитлера. Вы посчитайте то количество людей, которых Сталин убил до 1941 года. Посчитайте. Вы сюда пришли зачем? Говорят, что Гитлер кого-то уничтожал? Он пришел в счастливую страну, где все были целы? Вы сами сказали то, что Гитлер... Я говорю, что главной проблемой и убийцей советского народа был Ленин и Сталин. И никакой не Гитлер. Гитлер, если отщепил кусочек пирога, то это был просто маленький кусочек. Весь их пирог схавали Гитлер и... Ой, господи. Сталин и Ленин. Они начали уничтожать сибирский народ. Народ Сибири. Народ Сибири. Народ Сибири. Сибирь хотела... Я сегодня делаю ролик. Сибирь хочет одиниться. Она хотела одиниться... У нее бело-зеленый флаг. Она хотела одиниться еще с 1917 года. Сибирь вообще славится чем? Она страна каторжников. Каторжников. То есть люди, которые были сосланы на каторгу. Почему? Потому что они были против власти. Декабристов слали из Сибири. Помните, женщины, их жены ездили в Сибирь. Потому что это было место, где их наказывали. Вот все, кого наказывали за то, что они были против власти, посылали в Сибирь. Сибиряки самые строптивые люди. И они сейчас по-прежнему не хотят ничего для России. Так что Сибирь они уничтожали. Их даже ссылали из Сибири. Представляете, сибиряков ссылали из Сибири. То есть как можно из Сибири сослать? Куда? Куда их можно сослать? Но их ссылали из Сибири. И получается, они признали, что есть народ в Сибири, и их высылали из их родины. То есть он их стремлял, верно? Ленин со стороны. Да, уничтожали все народы. Я думаю, нет ни одного народа, по которому он прошелся расчесочкой, без винтовок. Ну, я могу вам назвать огромное количество сохранившихся малых народов на территории России. Вы не сможете... Давайте, давайте. Только единственное, что если вы назовете малых народов, узнаете, почему они малые. Сколько их было, например, в 1700 году, 1800 году, 1900, до прихода Ленина. И вы называете их почему малыми? Вы понимаете, что когда русских не было, эти малые были большими, вы понимаете? Ну, вы же несколько лет назад, вы же пару дней назад разговаривали с одним бурятом, и вы смотрели в гугле... Что? Бурятам, слушайте, им там 6000 лет. Как им может быть 400 тысяч? Ну, вы смотрели... Вы слышите меня? Жора, вы слышите меня? Если бурятам 6000 лет... Русским сколько тысяч лет, вы считаете? Русских же российское государство создал Петр I, значит, 1700 какой-то, да? Например, вам 300 лет. 300 лет по отношению к 6000. Бурят было миллионы. Калмыков миллионы, тувинцев миллионы. Их почти нет. Они сейчас конкретно перед вашими глазами умирают. Это вымирающая нация. Буряты. Да? Верующая нация. Их не должно быть меньше, чем русских, поверьте мне. Вы же пару дней назад смотрели, то что 100-200 лет назад их было на 100 тысяч меньше. Я еще раз говорю, им 6000 лет. Сколько их было 6000 лет назад? Они пережили все эти войны, Золотую Орду, пережили. Сейчас их нет. Их не должно быть меньше миллионов. Стану все эти годы истреблялась, верно? Да. Все 6000 лет. Нет, геноцид не только он истреблял. Их же Ермак там за основание Сибири или как завоевание... В общем, короче, Сибирь была завоевана Ермаком. Вот 1700 какого-то года происходит геноцид народа, который не хотел быть частью Российской империи. 1700 какого-то года. Почему тогда в Европе и в Америке также истребляли, также проводились гигантские, огромные геноциды, что всех малых, все малые народы практически исчезли? Какие малые? Какие малые? Какие малые? Каталанцев и ирландцев. Ирландцев сейчас нет? Ирландцы остались, я же говорю, остались. Только это не малые народы, их помыть.